После реконструкции в поликлинике номер один чувствуют себя комфортнее не только медики, но и пациенты. Пенсионер Петр Кучмасов здесь частый гость. С годами здоровье уже, как говорится, не то. От бесплатной диспансеризации пожилой мужчина решил не отказываться. В принципе, свой организм, в связи с тем, что я к врачам много прощаюсь, я и так хорошо знаю. Но все равно квалифицированное обследование – это просто необходимо. Добровольная диспансеризация сочинцев началась в апреле этого года. За это время в поликлинике номер один ее прошли чуть более 8 тысяч человек. Врачи отмечают низкую активность людей. Надо сказать, что раз в три года пройти бесплатную диспансеризацию может любой желающий в возрасте от 21 года до 99 лет. Эта система так и называется «плюс 3». Например, в 2013-м ее проходят те, кому исполнится 21, 24, 27, 30 лет и так далее. При себе нужно иметь лишь паспорт, полис медицинского страхования и пенсионное удостоверение. Диспансеризацию можно пройти не только в индивидуальном порядке, но и коллективно. Выездные бригады врачей и медсестер-лаборантов уже созданы. На обследование одного пациента на рабочем месте, по словам медикам, уходит чуть больше получаса. Таким образом предприятие может работать в обычном режиме. Естественно, значительно выгоднее использовать эти 30 минут, не отрывая фактически человека от работы, чем потом оплачивать многодневные дорогостоящие больничные листы. Диспансеризация проходит два этапа. Сначала анкетирование и основные обследования всего организма со сдачей анализов. Для женщин обязательно маммография молочной железы. После чего пациент встречается с врачами узких специализаций. Если есть угроза развития заболевания, пациента отправят на дополнительное обследование. Елена Всецна, телекомпания ФКТ